Мифы древних восточных народов рассказывают куклы на выставке в Дальневосточном художественном музее. Уникальный выставочный проект «Ульгер» привезли из Бурятии. Оригинальные куклы создаёт одна большая семья. Работы мастеров путешествуют по миру и пополняют частные коллекции российских знаменитостей. Репортаж Татьяны Репиной. Мы всё, конечно, вкладываем в эти куклы. Это наша жизнь. Уже как лет 10 мы этим занимаемся. Эти куклы нас кормят, можно сказать. Куклы, известные на весь мир, семья Намдаковых делает в Бурятии. Три брата и четыре сестры – все личности разносторонние. Медсестра, товаровед, учитель, ювелир. Ежедневно после работы собираются в большой мастерской. У каждого своя творческая зона ответственности. Доржимай Рденеева собирает персонажей в цельную композицию. Сырмам Базаржапова отвечает за прически и вышивку на кукольной одежде. Эту вышивку у нас делает мама. Ей 87 лет, но она до сих пор втрою. В 10-м году брат нам построил мастерскую. Мы каждый день приходим, как на работу, все собираемся. Она нас всех кормит, кричит снизу, с первого этажа. Она говорит, все кушать там, я согрела, приходите. Вдохновители, главный источник идей в творческой семье – Дашин Амдаков. Мистические работы художника выставляются в самых престижных галереях и музеях мира. Сам скульптор живет в Москве. Оттуда отправляет эскизы на родину. Сестры и братья обогащают образ будущей куклы цветом, фактурой и формой. Нет застывшей догмы. Везде вы видите движение. В растрепавшихся косичках, в некоторых элементах поз, рук, ног. Все в развитии происходит, все в объеме, все дышит. Поэтому они одухотворены. Ощущение, что правда, они оживают. Куклы семьи Амдаковых есть в коллекциях известных россиян Аниты Цоя, Андрея Макаревича, Константина Эрнста. А в 2018 году мастера из Бурятии даже взяли Оскар в мире кукол – премию Пандора. На выставке «Ульгер. Куклы семьи Амдаковых» зрители познакомятся с миром монгольских народов. Герои мифов и легенд заставят остановиться. Принцесса, она красива, женственная. Это все, что близко нам. И вот одеть наряд вот этого все, это украшение, это же такое женское. Для нас, конечно, она излюблена тема ханж, принцессы. Мы это любим, это красивые троны, на которых она восседает. Это всегда интересно для нас, это близко. Выставка кукол семьи Амдаковых будет работать в Дальневосточном художественном музее до 8 ноября. Затем живые куклы отправятся в Москву. Татьяна Репина, Иван Юров, телеканал «Губерния».